Друзья, всем доброе утречко. С вами, как всегда, Алексей Крылов. Я нахожусь в Таиланде, остров Пхукет. Сегодня у нас очень такое ответственное видео, потому что мы решили заняться важным делом поехать на рыбалку. Прибыли мы в морской порт, откуда отправляются лодки. Компания у нас большая. В общем, давайте буду вам показывать рыбалку на Пхукете. Отсюда отправляются лодки на острова, на экскурсии. Здесь огромный порт. Ну что, мы будем отправляться. Здесь обязательно сказали, нужно одеть спасательные жилеты. Короче, вот контролируют это все дело полиции. Сказали, буквально 10 минут, а потом уже, в принципе, в море можно будет снимать. Ну, я считаю, в принципе, правильно. Все должны быть в жилетах. Даже куда не поплывешь, везде дают спасательные жилеты. Субтитры сделал DimaTorzok Неужели это счастье? Я поймал его. Огромное. Оказывается, счастье в Таиланде. Здоровенько. О, 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 о. Отойдите, отойдите. Даже в целую. О, 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 о. Просто жесть. Поздравляем. Вот это удачи вообще. Это голубой Марлин получается. Лидер, ты там своей музыкой, вот этой педальной, голубого Марлина. О, отпусти. Отпусти и забудь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok royalproperty.pro Ну что, мы вернулись с рыбалки. Обычная тайская парковка. Получается, вот припарковали машину и нужно выехать. Задом, получается, никак не выйдешь. И вперед ставят машины, короче. Сейчас будем как-то отсюда выезжать. Здесь просто парковка контролируемая. Короче, человек все контролирует. Ну что, я уже вернулся домой. Короче, давайте начну по порядку. Я просто на рыбалке не особо так много снимал, потому что музыка громко играла. Вот. Что я поймал? Ну, сказали, очень редкая рыба. Ну, это как мне сказали. Очень редкая рыба. И сказали, профессиональные рыбаки ловят эту рыбу пару раз в жизни. То есть это, ну, сказали, это прям, короче, прям, ну, большая редкость. Поймать такую рыбу. Рыба называется, по-моему, семейство марленовых рыбопарусник. Вот. Поэтому можете посмотреть. Действительно, рыба была просто гигантская. И самое интересное, знаете что? Когда рыбалка закончилась, мы пришли на парковку. Мы, когда парковались, машин-то было очень мало. А когда вернулись, огромное количество машин. И наша машина, она была заставлена другими машинами. Там нужно было, наверное, где-то 4 машины, чтобы они выехали. И тогда мы смогли выехать. Но что здесь самое интересное? Получается, когда паркуют машины, парковщики просят, чтобы оставляли на нейтралке. И потом, знаете, есть такая игра-головоломка. Там нужно как-то двигать машины, чтобы там какая-то машина выехала. Или то ли они разъехались. Здесь, в принципе, то же самое. Они начинают двигать машины, там, по 3-4 человека. То есть, просто их передвинули, ты выехал, и они потом как-то их на место ставят. Ну, экономят место. Потому что машин было много. Это очень удобная была парковка, чтобы далеко никуда не ездить. Вот такие вот дела здесь с парковкой. Ну что, у нас уже наступает добрый вечер. Мы сейчас выйдем к пляжу. Встретим сонсет. И Даша хочет заплести косички. И Даша хочет заплести косички. И Даша хочет заплести косички. Мы зашли в картошечку, которая находится прямо у нас на пляже. Сейчас закажем что-нибудь вкусное. Хотим попробовать салат в ананасе. Это же салат, да, получается? А рис в ананасе? Понял. Так, смотрите, чем мы ужинаем. Нам принесли суп-пюре. Его ест Даша. Это какой, куриный, да, суп-пюре какой-то? Затем острый папайя салат. Смотрите, какая красота. Так, еще вот палочки попросили. И сейчас коронное блюдо будет рис у меня с морепродуктами в ананасе. У Дианы просто с курицей. Смотрите, принесли рис с морепродуктами. А, нет, рис с курицей в ананасе. С цветочками. Я думал, ананас как тарелочка будет. Ну, обычно, да. А этот как? Сейчас мне с морепродуктами принесли. Да, можешь и есть. Принесли мне с цветочками, с зонтиками. Ананас очень вкусный. Ананас, точнее, рис из ананаса. Принесли еще нам пиццу в маргариту. Все. Это все, что мы заказывали приятного аппетита. Принесли еще нам пиццу. Ну что, солнышко уже село. Мы отлично поужинали. Прям очень вкусно. Все, все. Вышло 800 бат. Но это прям очень вкусно. Очень круто. Даши здесь заплетают косички. Она мечтала о вот таких вот косичках, чтобы не просто волосы заплели, а там еще были вот эти вот нитки. Даши плетут косички. Очень классно здесь на пляже приходят тоже взрослые с детьми. Детей отпускают, дети бегают. А взрослые сидят на стульчиках, дети играются друг с другом. В общем, когда стемнело, пляж начинает восприниматься совсем по-другому. Зачем тебе такие длинные косички? Смотрите, как классно заплели Дашу. Она так мечтала о таких косичках. Нравится? Сколько стоит такое удовольствие? Делаю 600 бат. Это она длинная. Если бы коробки ее делали, просто ее длину, тогда было бы тысячу-двесен. Если две косы, тогда 500. Вот 500. Мама? Сем-сем. Болу, мама. В очереди Ани будем плести косички. Она хочет себе просто две длинные. Посмотрим, что из этого получится. Да, я знаю, потому что там лимошадь. Дайте. И мама захотела посиди держать. Пока Дяне плетут косички, заказал смузи. А дядя сделал смузи. Ну, как бы один, который заказали, еще для Ани сделал. В такой детской упаковочке маленькой. Еще банан ей подарил. Вот часто, ну, получается, я помню, когда постригался, Даше косички заплетали. Это все они дарят детям бесплатно. То есть... Сказали, детей тут любят. Вкусно? Идем к Даше. И банан тебе подарили. Как маленькой обезьянке. И палочки еще заберешь. Вообще класс. Все, идем обратно к маме. Давай, давай, Стоп. Ура. И смотрите, что сделали Диане. А ну, повернись. Все, теперь все с новыми прическами. А? У меня коса как сына. Идем. Здесь салюты, кстати, каждый день. Да. В честь твоих косичек салют сделали. Смотри, как круто, да? Очень красиво. Над морем вообще супер. Смотри, как круто. Очень классно. Тут прям такой путь. Светятся дома. Еще салют отражается в море. Очень красиво. Смотри, как круто. Смотри, как круто. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok